Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и Юлия Онежка. Да, да, вы угадали. А мы решили вернуться от интеллектуальных викторин к гастрономическим обзорам. Да. И сегодня у нас бич-супы. У нас сегодня 5 видов первого блюда. Супчика. Супчика, да. Один аппетитнее другого. Смотри, сырный крем-суп, куриный суп с сухариком. И сразу хочется заметить, что у супер-супа есть свой стаканчик, не нужно париться и искать. Супер-суп, он почти как супер-сус. Такой же, отличающийся от других странный. Так что, если вы живете на улице и смотрите этот ролик, то супер-суп вам сразу подойдет больше остальных, потому что в пакетике заваривать из трубы протекающей кипятком не очень удобно. А где они смотрят этот ролик? На телефоне у кого-то через плечо? Сейчас у всех есть. Ну окей. С какого начнем? С супер-супа? Да, с супер-супа. Так, аккуратно. Погоди, его нужно сначала перевернуть, потому что здесь сухарики. Блин, а, нет, все запечатано, чувак. Все равно, аккуратность. Ну хорошо, но с другой стороны, был бы красивый кадр, да, сухари рассыпаются, подсюда. Пахнет как сухарики. Как будто какой-то, знаешь, странный чувак ел сухарики, а то, что оставалось в сухариках, да, крочки, он высыпал в одно место, а потом заварил. О, как приятно пахнет. Как это делается? Ну, до линии, до линии, братан. Оп. Это, знаете, тот тип приправ, когда... А размешивать-то эту хуйню нужно? Я думаю, да. Это тот тип приправ, от которых у тебя выделяются слюни, когда ты их просто нюхаешь. Даже не когда ты их начинаешь есть. Мотор, а чем мне размешивать? Хуем? Хуем размешивать? Иди, 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 епта за этой ложкой, нахуй. А то и за двумя. Как мы хавать-то будем, а? Пальцем можно размешать. А, это так? Да, типа... А знаешь, еще прикол, типа, что ты берешь, ковыряешься в носу, а потом вытираешь другой палец. Да, другой палец. Да, да, да. Я так пизды один раз получил в школе. Серьезно? Не успел объяснить, что был другой палец. Одну ложку? Как мы хавать-то будем одной ложкой? Мы пить будем. Ладно, похуй, блядь. Я буду этой стороной есть, а ты другую. Ты будешь на нее наковыривать. Так, размешаем. Знаешь, он густоват. Это хорошо или плохо для супа? Я никогда такие супы не пробовал. Никогда не пробовал бич-супы? Ну, знаешь, пахнет очень вкусно. У тебя много густоты осталось на ложке, я думаю, можно... А сухарики когда? Сухарики, я думаю, потом высыпаются. Да, конечно. Я думаю, можно все это... Это, знаешь, как будто в пирогу кипятка налили. Что ты творишь? Зачем ты об стенки-то вытираешь? Ты вытирай об суп. Чтобы... Об суп вытирай. Я стараюсь растолочь начинку, чтобы она растворилась получше. Гороховый. А? Гороховый с гренками. Ты уже попробовал совсем. Я прочитал. Подожди, ты... Ты высыпал сразу все? Тут же две. Это похоже на крошки от читес. Это сухарики. А, ну хорошо. И пахнет как читес. В натуре. Ну, короче, я понял, как делаются все эти супы просто. Да, то, что не... Не... Ебаный, блядь. У него злой бизнес. Быстрый суп. Суп пирога... Да что ж, блядь, гороховый ты. Да гороховый. Это фишка какая-то у этих супов? Нет. Просто с пацанами поугарать потом. Ну, типа, потяни за палец, знаешь. Это классические приколы. Вот в это я, кстати, думаю, ты в нынезу воды налил. Мы так перепутаем. Да не перепутаем. Он же сырный там сухарик еще. Ебать. Смотри, какого у него консистенции и вид. И реально пахнет кириешками. Причем кириешками, знаешь, 2010 года. А тут там уж просто сухарики уже внутри, мне кажется. Видишь? Они, типа, не отдельно. Это чьяк. И ты, кстати... Да-да-да-да-да, не перепутай, что у нас. Не перепутай. Я тоже хочу. Нажимаешь блокировка. Нет, 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 нет. Защита от детей. Она мне нахуй не нужна. Но почему-то на всех чайниках стоит, блядь. Отлично. Заценили, какие клевые крючки? Он пахнет борщом. Приобрести мерч Хованского Юлика вы можете в сувенирном магазине. Пап, продай. Пап, продай. Пап, продай. Ссылки в описании не будет. Ссылки в описании. Понюхай. Понюхай, он пахнет борщом. Нет. Нет? Нет. Куриный суп с сухариками. Ой, это классно. Куриный суп это тоже хорошо. Больному человеку особенно. И сухарики тоже уже насыпаны внутрь. И обрати внимание, тут предательски мало. Как будто мы, блядь, купили не суп, а метамфетамин. Нахуй. Его просто... Вот он лежит на донышке. На донышке. Что, начнем может пробовать или ты хочешь заварить сразу все? Мне нравится заваривать. Горячая кружка. Тоже куриный. Так, это у нас значит с куриной поборются маги и... Ну, это мы позже поставим. Кнор. Вкусенный скор. Защита от детей. Юлик не может ее обойти. Я смог. Мне просто понадобилось чуть больше времени. Я мол душой. Что, давай затестим эту... Надо было размешать для начала. Все размешать. Не забыли, да. Сейчас все смешается. Ну, там, знаешь... Все, тест не объективен. Мы тут... Мы тут не просто супы пробуем. Ты как Кузьма. Вы же что думаете? Мы просто ролики снимаем. Вы думаете, это они хотят это снимать? Это я всю эту хуйню к ним привожу. И пытаюсь найти самую объективную вкусную еду для вас. Я поэтому такой критичный. Он просто голодный. Он просто голодный. Ему... Он использует это как перевалочный пункт перекуса. Здесь. А все печем покупает мотор. Так что не надо тут. Так, я думаю, пора высохнуть сухарики. Немножко он растерял в запахе. Потому что теперь это жижа. Да, чувак. Вот характерное наблюдение. Некоторые супы, как супы, вот особенно, когда ложкой мешаешь. А некоторые супы прям как, блядь, ну прям... Жижелок. Кисель, блядь. Да, вот кисель. Отличное. Ты в сырный суп, ты высохал сухарем? Нет. А ладно, давай сначала. Я думаю, высохим, когда есть будем. Ну что, кто пробует первый? Суэфа. Твое здоровье, блядь. Очень мясной. По-моему... Супер суп? Не понимаю, почему написано гороховый. Потому что на вкус, блядь, говядиной какой-то отдает. Соленьями, может быть, блядь, или вот чем-то таким. Может, мы не размешали? Нет, чувак. В том-то и дело, что мы размешали, блядь. Ну, по цвету это похоже на сырный суп. Это не сырный суп, он не должен быть сырный. То есть гороховый. А по вкусам? Вообще, горох чувствуешь тут? Я чувствую специи, крахмал и всё. Да, его всем же успехом можно было назвать кукурузный. Или, блядь. Они, может, так и делают. Какой угодно. Выпускают одно и то же. Но этот суп никакой. Сухари, вот, совершенно мерзкие. Нормальные сухари, они, конечно, не должны размокать. Но они должны быть такими, чтобы... Но скушать их можно было. Да. Здесь сухари, как будто, блядь, каменные, нахуй. Они вообще не размачиваются. Что, наверное, должно быть хорошо. Но их жрать неприятно. Мне кажется, наверное, потому что мы их слишком поздно закинули. Я готов оценить суперсуп. Я его оцениваю в один балл. Это не суп. Он не гороховый. И сухари в нём не сухари, блядь, ёпта. То есть... Ни одного какого-то интересного аспекта я для себя не нашёл. Но ноль не ставлю, потому что жрать всё равно можно. Это единица. По пятибалльной я поставлю два. Не только потому, что это можно есть. А почему? Что тебе вообще понравилось? Для того, чтобы двойку, а не кол поставить, нужно, чтобы тебе хотя бы что-нибудь, наверное... Он горячий и жидкий. Это можно есть. Можно просто... Может, на сырный перейдём? Не, давай попробуем куриный. Потому что у нас два куриных. Очень хочется сырный попробовать. Ну хорошо, давай ты попробуй сырный, а я куриный кнор. Сырный какой? Сейчас скажу. Я оторвал. Ты оторвал? У нас тут безымянный сырный суп. А, вот. Галина Бланка, чувак. Галина Бланка? Галина Бланка. Они, по-моему, логотип поменяли. Там же раньше курочка была или что-то такое. Я думаю, много воды. Ну ладно. Вот эта мне нравится гораздо больше. Слушай, вкусно. Это второй суп, который я пробую, и они все... Попробуй кнор. Они все недостаточно... Короче, они очень жидкие. Мало вкуса. А тут, кстати, гораздо больше вкуса, чем в кноре. Он более такой сырно-кукурузная как-то. Да, но кнор прям чувствуется, что это курица. Что это как будто бульон. Ну да, здесь... Причем, знаете, не такой бульон, который реально бульон, а бульон, который сварили из шавы, из печеной курицы. Вот такой вот бульон. Бульон из шавермы. Ставь лайк, если хочешь, чтобы мы со славным дружей его приготовили. Ну да, правда, вкус жареной курицы. Бульон из жареной курицы не бывает. Но он вкусный. Ну, этот тоже неплохой. Конечно, я бы добавил сыра вот радикально. Когда мы нюхали, прям чувствовалось, что читас один. Надо было его сухим есть. Да, теперь от этого читас нихуя не осталось. Но все равно я готов поставить Галине Бланке троечку. На троечку тянет. Типа сыру я бы добавил, конечно. Да, я передумал, я ставлю этому тоже единицу, этому тройку и этому тройку. Они оба неплохие. Блять, как я это на экран выведу за 2 секунды? Я так, чувак, у меня графика просто белешие закрашенные и не закрашенные. Я поставил уже этому сыру 3, а этому я ставлю 4. Они даже, знаешь, такое приятное чувство после себя оставляют. Такое уюта и тепла. Нет, я четверочку поставлю к нору. Хотел поставить меньше, но все-таки этот сырный суп после нескольких глотков становится... Водичкой? ...не таким приятным, да. А вот, блять, я поднес нахуй этот к нору, мне курица, запах попал в нос, и у меня аж слюни текут. Я видел, начал шепелявить больше обычного, потому что весь рот наполнился. То есть здесь, мне кажется, объективно вкуснее суп. Ммм, да они оба неплохие. Но тут вкус понасыщеннее местами, когда... То есть этот вкуснее, но этот понасыщеннее. Тогда предлагаю... Все, к гороховым переходим. Ааа, да, давай гороховый, что там она за гороховый? Какой? Какой суп? Быстро суп! Ты оторвал бейджик. А это тоже Галина Бланка, блять. Как это так? Ну, давай, будем давать Галине Бланке второй шанс? Мне смешно представлять, что Галина Бланка это женщина. И она пришла к нам так... Нет, пожалуйста! Тройка, это слишком мало для моего супа. Я сделаю все, что угодно для вас, мальчики! Мы такие, свари, не жидкий суп! Ну, это, честно говоря, очень похоже на вот этот вот. И я бы даже сказал, что он более сырный, чем сырный суп. Я бы не сказал, что он сырный, он насыщенный, такой жирненький. Со вкусом. Ну, хрен знает сухари. Прямо, когда жуешь, чувствуешь какой-то сырок. И тут смотри. Тут сыр, а тут... Ну, понятно, что я рассчитывал. Найти в ингредиентах сыр? Тут только, блядь, буквы, нахуй, цифры. Ёбаный ворот! Сука! Будто инструкция к телевизору какому-то, нахуй. Тяжело поставить оценку. Ну, у нас сейчас Галина Бланк на уровне тройки. Её можно пересмотреть или... Нет, он не перешёл эту границу. Даже вот этот суп граничит с двойкой. Сначала он мне очень понравился, но после нескольких глотков как-то он потерял свою. А вот у меня та же самая херня с сырным была. Несколько глотков делаешь... Надо их чередовать всегда. Да, купил несколько супов и хуяришься. Ммм, я знаю, что нужно делать. В один стакан нужно заваривать два пакетика. Тогда будет вкусный настоящий суп. Ну как настоящий? Ну ты, конечно, Юлик, жируешь, блядь, ёпта, жируешь. Нихуя тебе в одну кружку два. Ну либо будут жидкие невкусные супы. Ты не бойся и два пакетика, блядь, в один чайный стакан завариваешь. А, морда буржуйская. Рабочий человек хуярит пакетик, пока у него, блядь, он не развалится прямо в чашке. А ты такой, было бы здорово два, было бы здорово три. Нет. Оставляем оценку на трех, короче, у Галины Бланки. Очень, очень разочаровывающая хуйня. Галина Бланка... Буль-буль, блядь. Такой о себе. И остался последний суп. Маги. Ну, Маги должен не подкачать. А вот почему? Потому что у них очень едкие приправы. Посмотри, какой он густой. Он один из самых густых супов за сегодня. Да, по-моему, самый густой. Тут просто из сухарей месиво появилось, а сам по себе суп не очень густой. А тут никаких сухарей. Он только хуже стал. Теперь у него вкус мокрого хлеба. Черт возьми, попробуй. Серьезно? Ну, не то, что прям... Но... На камеру же надо переигрывать, да? Правда, очень вкусно. Я тебе говорил. Это, по-моему, однозначно фаворит на сегодня. Так-так-так, ты это-то самое, блядь, сомелье. Рот прополощи, да? Передай дальше. Очень вкусно. Это вот где-то четверка. Пятерка... Не пятерка, потому что очень мягкие сухари. А по мне, как оптимальные сухари, я поставлю пятерку. Вообще без базара, нахуй. Типа... Отличный суп. Не скажу, что так же вкусно, как, например, пиво, но... Блин, если вы живете один, не хотите варить себе ебаный суп, потому что в хуй он вам не всрался, вот я говорю, как бы, за некоторых людей, то отличный вариант купить себе такую горячую кружку. Типа, во-первых, потому что жидкая нужна для желудка, блядь. Любой из этих супов надоест рано или поздно, уже на втором пакетике, так что, если выбирать, то маги и иногда... Кто это был у нас? Галина Бланка. Нет, так ты же больше поставил этому, по-моему. Ну, Кнор тоже неплох. Короче, они все неплохие. Берите, неожиданно, кроме, блядь, супер супа. Вот что мы по результатам сегодняшнего, блядь, тесты можем сказать в супер суп. Вообще не супер, нахуй. И даже не в суп. Можем яйца туда макнуть, чтобы супер суп увидели и такие, бля, надо что-то менять. Мы... Мы тонем. Но это мы сделаем уже на моем канале. Натаем яйца в эту хуйню. Переходи, смотри совместные ролики. Мы с Юликом, мы опускаем их прямо в горячий... Одновременно, вот так. В кипяток. Не забывайте, друзья мои, ставить лайки, подписываться на каналы, жмякать колокольчики. Если есть какие-то крутые идеи, по следующим выпускам, или может быть по каким-то новым форматам, все пишите в комменты, все прочитаем. А на сегодня все. С вами были Юлия Онежко, Юрий Хованский. Всего вам доброго и до новых встреч. Видал? Какое прощение. До свидания. Мы улетаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова